друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки также друзья напоминаю что специально для вас мы активно ведем группу в телеграме а маркет торговые идеи ссылку на эту группу вы можете найти в описании к этому видео подключайтесь следите за контентом мои брифинги выходят раз в день количество идей там существенно больше и в принципе вместе держим руку на пульсе каждый пост можно комментировать оставлять ваше мнение ваше видение рынка вместе искать как бы золотую истину на финансовых площадках ну что ж сегодня второй день недели глядя на динамику финансовых активов можно сказать что рынок продолжает резонировать от пятничных данных нон фарм пэрлс статистика неоднозначное влияние оказала на трейдеров но я в рамках вчерашнего брифинга детально остановился на том как правильно анализировать эти цифры количество новых рабочих мест 266 тысяч в то время как прогноз был практически миллион уровень безработицы вырос шести процентов до шести одного процента но интересная ситуация в том что даже такие данные по американской экономики нужно воспринимать в качестве очень хорошей базы для отстраивания идеи слабого доллара потому что очевидно что после пятничных нон фарм пэрлс идея потенциального ужесточения денежно-кредитной политики уходит в сша безусловно ходит на неопределенный срок до отказа от программы количественного смягчения который будет предшествовать повышению процентной ставки еще очень и очень далеко и сейчас после пятничных данных федрезерву даже не нужно оправдываться почему они при хороших цифрах при хорошей такой фундаментальной макроэкономической игре по статистике все-таки не решаются на то чтобы изменить денежно-кредитную политику сейчас они легко могут отослать всех интересующихся к пятничному релизу и сказать вот почему экономика реально растет но это выставление постепенно прежде чем фрс в частности отвечающие за стабильность макроэкономического в сша выйдет на целевые показатели по ввп по занятости по инфляции пройдет большой промежуток времени поэтому в сухом остатке друзья благодарим пятничный отчет по на фарм перлс за то что мы с вами упрощили свое видение в слабом долларе сейчас индекс американской валюты 90 20 и ждем пробоя о поддержке 90 пунктов также друзья хочу отметить что любой тренд любой тренд это борьба покупателей и продавцов если вы считаете что рынок может безоткатно двигаться в одном в одном направлении вы заблуждаетесь друзья рынок не может двигаться в одном направлении сам факт борьбы подразумевает приход инициативы от одних к другим поэтому мы остаемся системно заряженными на снижение курса доллара но в то же время его локальное восстановление которое может произойти сегодня может затянуться даже на всю неделю это будет нормально а в рамках все равно устоявшегося нисходящего тренда здесь нужно верить в идею и ждать как раз отработки тех долгосрочных ожиданий которыми мы с вами движим уже в течение не одного месяца рынок нефти 67 75 я практически настаиваю на том что мы должны добраться до 70 долларов за баррель причем весь тот позитив и оптимизм связаны с мировым экономическим восстановлением сейчас еще коннектится с небольшим форс-мажорным обстоятельством сша хакерская атака на а по одного из крупнейших статистически важных нефтяных а трубопровода колонио пепел и и что мы знаем о нем мы знаем то что это трубопровод который фактически перегоняет нет с мексиканского залива на территорию восточного побережья его производительность 2 с половиной миллиона баррелей и сейчас он не работает друзья цены на восточном побережье на топливо уже растут и по цепной реакции это повышение цен начнет транслироваться на ближайшие регионы и в конце концов мы сегодня до конца этой недели если ситуация с восстановлением работы трубопрода не изменится начнут расти котировки wti в связке с wti будет подрастать и бренд и соответственно мы добьем до нашей цели 70 долларов за баррель также впереди отчет по запасам нефти ожидаем логичного предсказуемое сейчас снижение запасов тоже позитивный фактор для оценки доллар канадец 1 20 95 друзья цель 1 20 все ближе и ближе канадский доллар укрепляется потому что снижается курс доллара потому что в целом растут сырьевые инструменты нефть которая важна для канадской экономики установила по цене новый рекордный уровень соответственно ждем восстановления еще и котировок углеводородов а также напоминаю что канадский регулятор три недели назад первым из регуляторов развитых стран ужесточил денежную кредитную политику и по-прежнему верен как бы траектории последующего повышения процентной ставки все располагает к тому чтобы мы продолжали удерживать лонг по канадцу и соответственно шартили пару доллар канадец на взяла не спустив доллара цель сделано 073 оставляем в покое это валютную пару будут новые идеи я прокомментирую долл джонс тоже можно сказать о цели сделано 35000 и теперь в принципе мы без за какого-то а спекулятивного ланга на американском фондовом рынке ну по крайней мере я буду искать и дополнительные точки входа но американский фондовый рынок очень неплохо дал нам заработать друзья надеюсь то что вы прислушались к моим рекомендациям золото 1836 локально растет восстанавливается цель 1850 и выше европейская валюта тоже в лонгах а цель 1.23 1.25 никуда не делись вчерашний отчет и бизнес уверенности с энтикс 21 это рекордный показатель больше чем за год сегодня в 12.00 бизнес оптимизм по зью жду хорошую статистику и доп поддержку для европейской валюты и фунт против доллара здесь куча факторов почему британец растет это снижение количества заболевших улучшение ситуации с к видом выборы в шотландии которые пока что на текущем этапе не представляют риск для повторного проведения референдума но даже если он состоится это произойдет не скоро улучшение прогноза экономического роста ослабление курса доллара и конечно же грядущее снятие карантинных ограничений следующий этап 17 мая настраиваемся на это но ранее мы уже достигли цели друзья 1.40 я признаюсь не в длинных позициях сейчас но если вы покупаете я поддерживаю ваши намерения на этом собственно все хорошая торговой сессии всем пока